Гелий Коржев. Можно ли назвать этого художника представителем сурового стиля? Некоторые говорят, да, некоторые этому сопротивляются. Давайте разберемся в вопросе. Но для начала вспомним, что такое суровый стиль. Суровые подняли голову в конце 1950-х. Это период оттепли. Их искусство стало реакцией на социалистический реализм. Соцреализм, лакировка действительности. Социалистический реализм, искусство сталинской поры, 30-е, 40-е годы, начало 50-х. Сталин как-то сказал, жить стало лучше, жить стало веселее. Ну вот художники стали изображать довольных вождей, довольных рабочих и довольных колхозников. А вот суровые показывают нам настоящую, подлинную действительность, а не лакировку. Соответственно, их рабочие, их колхозники, это люди тяжелой судьбы. Это люди труда. Это люди, которые, быть может, прошли войну. Это люди, которые, быть может, побывали в лагерях. Они не могут быть румяными и не могут вечно улыбаться. Персонажи, или, вернее, герои Гелия Коржева довольно-таки часто именно суровые, простые люди. Это хорошо видно благодаря его полотну, или, вернее, на его полотне «Влюбленные». Картина 1959 года. Перед нами он и она, мужчина и женщина. Они уже не молодые. Никакой вот этой романтики в духе Ромео и Джульетты, или дамы с камелиями. Это суровая любовь двух суровых советских людей. А теперь поговорим о том, что отличает творчество Коржева от сурового стиля, от творчества представителей сурового стиля. Гелий Коржев близок к академической традиции. Можно сказать, что он представитель соцреалистического академизма, или академического соцреализма. Как его учитель, замечательный пейзажист Сергей Герасимов, или как другой прекрасный художник, соцреалист Аркадий Пластов. Я бы даже сказал, что Коржев такой похмуревший Пластов. Итак, им, академистам, ближе традиционные формы, не экспериментальные или авангардные, а связанные с определенной живописной традицией, ну скажем, передвижнической. Напомню, соцреализм родился из искусства передвижников. И даже в живописи Коржева чувствуется влияние передвижников. Так вот идешь по музею и смотришь, ой, это передвижники, это, наверное, Репин какой-нибудь. Нет, это не Репин, это гелий Коржев. И Коржев, и его учителя, по крайней мере, некоторые из них предпосчитали осязательно-предметную живопись. То есть они вот буквально лепили объемы при помощи, это хорошо видно по работам Коржева, мощных фактурных мазков. А еще, как и все академисты, как и передвижники еще XIX века, они не особо, не уделяли особого внимания цвету. Ну вот, работы Коржева выполнены в таком приглушенном колорите, в таком сероватом, иногда коричневатом или коричневато-землистом. А вот посмотрите на Суровых, посмотрите на Андронова, Попкова, Никонова. И их произведениям свойственен достаточно изощренный колорит, ну в случае с Андроновым вдохновленный работами русских авангардистов 1910-х годов. Потом, если судить по произведениям Коржева, он был художником достаточно, ну скажем, официальным или даже официозным коммунистом. Не случайно он стал народным художником СССР в 79-м году. Ни Андронову, ни Никонову подобной чести не перепало. Они тоже станут народными, но уже в 90-е годы при Ельцине. А Попков до подобного звания даже и не доживет, но он достаточно рано погиб. Среди самых известных работ Коржева триптих коммунисты. Там привлекает картина, поднимающая знамя. Чувствуется влияние кинематографа, в частности итальянского неореализма. Неореализм итальянский вообще повлиял на Суровых, ну и, наверное, в целом на советское кино, на советскую живопись. Вот мы видим человека, запечатленного в ракурсе. Ну то есть с верхнего ракурса его будто снимает камера. Он лежит на мостовой, или вернее уже готовится встать и поднять красное знамя. Но пока оно тоже распласталось по брусчатке и напоминает пятно крови. Или еще одна работа к этому же триптиху, принадлежащая Гомер. Перед нами мужчина, ну, видимо, бывший военный, а может действующий военный, гимнастерка, галифе, кожанка. И он ваяет бюст Гомера. Эта картина как бы подчеркивает преемственность, которая существует между современным, ну то есть того времени, искусством, искусством академического соцреализма и искусством далекого прошлого, в частности, искусством античности. Также Коржеву принадлежит серия «Опаленные огнем войны». К этой серии относится картина, которая меня всегда очень впечатляет. Мать. Пожилая женщина, седая женщина, убитая горем. Возможно, она потеряла ребенка или всех своих детей. Она закрывает лицо рукой. То есть мы едва видим ее лицо, перед нами вот на первом плане рука. И эта рука землистого цвета, жилистая, морщинистая, более выразительна, чем лицо. В годы перестройки, в 90-е годы Коржев как будто бы в себя открыл сюрреалиста. В его картинах вдруг стало много разных странных существ, напоминающих нам о творчестве Иеронима Босха. Все это показывает, что этот художник достаточно неоднозначен и достаточно разнообразен. И на него, как там всякого большого художника, слава богу, не повесишь ярлыка.